Благодарю Тебя за то, что Ты собираешь нас вместе, за то, что мы можем слышать Слово Твое Святое. За братьев и сестер благодарю Тебя, за наставников, Господи, за то, что Ты собрал нас вместе у ног Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресни, во веки веков. Аминь. 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 Аминь, Спаси Христос. Аминь, Спаси Христос. Аминь, Спаси Христос. Отхожу. Мне продолжать снимать или закончить? Нет, сейчас все только главное начинается. А главное в общем. Вот посмотри, вот окна, три окна, три, вот окно одно, большие окна, большие. В этой маленькой комнате, я сказал сколько. Вот, вот эта комната, это три двадцать на три девяносто при высоте два шестьдесят пять, это занимает вот это вот двенадцать целых сорок восемь сотых квадратных метров. Три окна, мы двое там пенопластом чем забили, осталось одно окно, но у меня на той стороне кормушка, сделана так, что семечки подсыпают, только жуланы, большая синица. А воробьи туда не могут пойти бояться. Ну, к ним туда еще, знаю, поползень один бегает, тут помогает. И вот какое украшение, вот иконостас. Небольшие ресурсы здесь. Тоже здесь вот ниже на полу стоят там, много, конечно, разных бумаг. Здесь второй, а здесь третий, на котором вот кошки лежат две. Когда голубей держал зимой, сейчас нет. Вот покажи, как иконостас. Вам надо рыбу поставить, а то жар-то уйдет сейчас. Вот эта рыба, которую сейчас я поставлю и будем готовить. У вас там внизу-то что положено? А я его поставил сушить. Трогать нельзя. Я вот так поставлю сбоку, что ли. Так. О-о-о! У вас там внизу-то что лежит? А? Под рыбой что лежит у вас? Бумага. Какая? Газетная. Все, больше ничего нету? Еще больше ничего нету. Нет ничего. Теперь вот я в духовку сую ее. Прямо на ней. И закрываю. Сейчас начнет подсушивать. Я потом приоткрою пары, чтобы ушли. Ну а тут, когда вы вышли, я потом уже добавлю. Еще рыбы-то больше нету? Ну она не растаявшись. Ну ладно. Это можно потом к ним туда отдать. Хвосты обрезал им. Сейчас я покажу, как я все делаю. Вот. Это вот сейчас кухня мы зашли. Надо в ту комнату пойти. Показать как. Вот люди большие считают там где-то какие-то комнаты сто квадратных метров. Зачем? У нас каждый квадратный метр на полную мощность работает. Мне вот надо тут стихотворение мое. Как я у Нины жёлмеровый был. Подожди-ка. Ты пока говори тут, показ, а я сейчас быстренько найду. Смотри, как я ищу. Это мой уголок тут. Смотри, как я ищу. А ещё ж такое нету. Ну надо и убрать одну боку. За кулисных кули. Кара кули. Шерма за кулисы. Кара кули. А как же так нету? А как же так? Я и другого слова оттуда не запомнил. А кули. То есть акула. Много места нужно как бы комнаты два этажа. А как же так нету? Это, наверное, уже когда у меня закрыта была тема-то. А я не... Перед самым концом несколько стихотворений не вошло туда. Да как же ли это так? Вот сейчас, сейчас, сейчас. Так. О, пока расцвелится. Так. Так. вот она вот она вот он я у Нины жил и мне написалось стихотворение а стихотворение как а вот оно что сейчас я его выковыриваю отсюда вот и смотри как быстро сейчас я его разделаю вот сюда открываю вот двадцатку дам сейчас на 20 выведу ну и все считай вот теперь мы прочитаем сейчас я уберу наклон поставлю прямо вот еще что надо сейчас мне формат абзац сделать по-другому иначе она не протаскивать его одинарный вот теперь это стихотворение выглядит вот как с пространством неразлучен человек отмерено задолго до рождения доколе не покинет белый свет и как бы раствориться в подземелье они на когда считала играть я поняла что про нас просто сестра к себе сегодня пригласила отведать от ее привета и щедрот два этажа фронтон с высоким шпилем любому богатею нос утрет а я потерянный по комнатам слонялся и жался по углам и этажам и расчленял их комнаты на классы по церковь с натарем хозяев ужимал думаю я там если бы было все сейчас сделал бы моё жилье жилище норка пескаря сравнение с акулием полигоном акулия тут акуль им мягкий знак не ставил моё жилище норка пескаря в сравнении с акулием полигоном давай-ка я сделаю получше подсчитывал пространство греют зря придут китайцы постояльцев сгонят артисты меценаты и хапуги грабители народа щедр богат недр богатых кижи без топора и без зазрения рубят не для людей а для скотов и гадов сквозняк величия надутого искусства пытаются поделаться под святость но не секрет что место это пусто а возрождение не надо только вякать как дороги мои апартаменты разбитые на полки и плацкарты затарены кубические метры здесь храм столы разборные на парты конечно боком нужно проходить между кроватями забраться на палате здесь ждет меня арест и обыск впереди ограбит кгб и тюрьмами заплатит пространство узкая и узник царство вхож негладкий а тернистый путь обещан уж мется потеснимся ляжем в гроб в каком пространстве мы воскреснем в вечность 23 октября 2005 года игнати вот какое стихотворение вышло она потом считала это вы про наш этот дом так а теперь она в деревню приехала одноэтажная акулей акуль им надо мягкий знак было ставить вот какое дело вот я попутно хочу сказать какие у меня интересные есть вещи вот это уже я сейчас его закрываю и потом людям пошло акули полигон так все как надо а теперь еще так и снова вот это у меня стихи 3467 они вот вылитый такое условно хоть одну букву надо зарядить то вылитый вот он прочитал стихотворение вот это вообще интересно интересно да еще как сейчас его быстренько отсюда выгребаю контур лс сразу же перехожу на печатание w так теперь завожу его под двадцатку при 100 вот так теперь быстренько формат перевожу и сразу сейчас покажу и скажу ни у кого этого нету и нету вот вот так ну и что тут еще вот так можно сделать смотрите что вот у меня кто-то подарил покрывала покрывала и покрывала но это не просто покрывала подарок и что-то изображено вот сейчас я покажу это у меня я закрывающим иногда это холодно вот смотри что тут есть вот я уберу что вот тут видно или не видно вот олени скачут там лес вот олени вот волки обложили их а вот стреляет туда вниз а вот вознится видно или нет ну маленько то можно хоть как-то конту контур заметить то ну и все и стирается все вот они вот он волк перехватывает вот он волк стреляет в него вот видишь какая и я написал стихотворение ну я называю не стихотворение а проповедь стихах называется на неправда без молитвы так и прет нахально наседает словно в волке у скачущих олени поперек от выстрелов в упор и то так мало толку их стая оголтелых и голодных и выбора иного тоже нет не меньше дюжины нас обложили плотно им нужен я сегодня на обед безбожники антихристы зверьё у каждого хвосты висят поленом не промахнись ружьё иначе все умрём о господи дай вырваться из плена храпит в истерике упряжка из оленей копытит то и дело хруст костей вот их вожак в рост вылитый как ленин из леса вырваться бы на простор степей родимые не спотыкайтесь с горок любимые на взгорке на одном дыхании не отсыряй же от дыхания порох вот опрокинулся ещё один ахальник и многоточие мне приходилось проводить беседы с различными по злу еретиками от этих волчьих стай на Русь ворвались беды не раз их библии пришлось мне заорканить их лютость и сверкание злобных взглядов прошлись по мне чтоб сдрогнешь и во сне стихи на память в патронтаж плеядой сектантов заставляет костенеть о память дар талант незаржавевший ты грущала лишь с постом молитвой от доморощенных сектантов до заезжих ты поражала и своих наймитов напокрывали на моём картинах олени волки лес один стрелок испуганный второй воздействие что-то крикнул во сне от холода им закрываю лоб 21 ноября 2004 года игла Игнатий Лапкин вот обыкновенная покрывала и она сколько жила до нас где-то а у меня вот так вот она вылилась во что что волки это еретики что они тут делают и мне приходилось бороться с ними по милости божьей ни одного поражения не имел они сразу или сдаются один раз было целый коллектив все сказали мы не правы который руководитель занимал у них назывался старший пресвитер сейчас епископ стал православным священником вот так я теперь закрываю потом людям пошлю так какие изображения вот надежда эта Савинсова дмоха принесла мне показалось что тут она маленько доклонная или нет нормально видишь как хорошая Сексильская Мадонна считается картина номер один во всем мире дальше Игнатий Богоносец и в его заедают это младенец которого Христос брал на руки и говорил таковых я старство небесное в Антиохии он был осталось шесть посланий от него сектанты ничего это не знают вот надпись Стерахов 19.1 тоже не каноническая книга ни во что ставишь и мало мало по малу придет в упадок поэтому я получил прозвище от жены великий экономист вот я везде чтобы ничего не пропадало ни куска хлеба ни сухаря ни продукты ничего поэтому держу кошек сохраняю тут все раньше собаки были разговаривать не более 2-3 минут проверь правильно ли положена трубка это вот о телефоне вот мне подарили телефон тот потерял и вот он ну видимо где-то 250-300 рублей вот за последние два года или три я ни разу никому не звонил мне когда надо свои и все ну нормально 7 часов 44 минуты 8 будет вот посмотрите как у меня устроено все здесь я специальный ящик это коробка такая вот проделана пропилена тут вот так закрываю это несколько книг чтоб ровно было теперь сюда аппарат аппарат не этот вот этот ну и записи здесь процессор здесь разные тут что у меня ну палатки тут разное разное такое кто что подарил то и есть о это что такое тут материя там книги там ну всякие архивы видишь как кошки прыгают отсюда я взял туда чтобы вентиляция была от печки туда вот это одна комната как другой раз бывает так что даже шагнуть негде только пройти чтобы было достаточно вот лежит кошечка чернявка аппарата куда делаться аппарата вон она лежит две кошки у тех одна там по трапезной две пять еще одну прикормили вот есть как здесь переплет я сам переплетчик маленькая комната но здесь здесь как-то мы далеко живем от вокзала и мало кто бывает а тогда у нас проходной двор был а откуда только не приезжали люди сразу около вокзала ну что интересно всех обыскивали органы КГБ следили ФСБ теперь и кто бы не пошел обязательно обыскивает пленки изымали а потом у меня забрали вместе с пленками последний раз 9 января было восемь шестом году елками везут мимо елки а я уже уже в путь дорогу ну и зато из тюрьмы я больше ста стихотворений вынес тут бы я никогда не написал на маленьком затаренном пространстве тоже про пространство говорил слово псалтырь а псалтыри вот сейчас сколько Виктор Николаевич Савченко Симоненко это фамилия-то Ольги вот он где-то 80 наверное стихотворений моих положил на музыку и поет на гитаре это вообще вот я одно мог бы показать подожди-ка вот сейчас я смотри как ищу открываю так теперь что нужно word во так пример сейчас я быстро найду пример себе своим воображением мое стихотворение Виктор Николаевич положил как он его оформил посмотри вот как это я скажу это я арестован не час ни сутки но сплошная жизнь на выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и дают только вниз задача выжить и ни одной победы я успевал на каждом повороте засеять поле за столбить между я покажу впереди сейчас это первые книги мои восемь книг были презентациям в государственном университете самый большой университет вот чуть-чуть маленько назад поверну что чтобы увидели повороте засеять поле за столбить между со златоустом путь житий не пройден с той стороны земли на все гляжу надпись была хотя как знать когда я ускользну стрельбы от петля не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожег в истерике в бессиле их совещание по тайным кабинетам моим паролем клички псевдонима пропитанные обклеены планшеты так день и ночь а стрелы мимо мимо я успевал на каждом повороте засеять поле за столбить между со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу их измотала в горных перевалах там след моей ступни не распетлял по шахтам гротам по лагам отвалом и следуют святых о ком я начитал мой бег мои убежища с Давидом за мною доик бешеный саул пистолетом они разведали что ем я верток риды а штаб-квартира избран барнаул я успевал на каждом повороте засеять поле за столбить между со златоустом путь житель и пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу я с маисеем на своей вершине с лагерь последний раз смотрю из-под руки подошел как враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки за мной гонялись моя погоня гнались за упаду я отошел не досягаем отец и мать умерли я умер это корабль на котором я плавал мы труслили читайте по слогам прощай земля азарт закон митрополит читайте по слогам я успевал на каждом повороте делать за сеть полет за столбит межу митрополит со слон митрополит пройдет вえる застолбить межу за злато Вот какие талантливые у нас братья. Представьте, у меня 4 тома стихов, каждый том 800 страниц. Стихи, чтобы у кого-то было 800 страниц, не бывает нигде, никогда. Так это не то, что один куплет, а каждая страница, 42 строчки заполнены. 36 строчек и 9 куплетов, каждое стихотворение. Эпиграф из Библии. А как так? Не знаю. Притом черновики, вот у меня, ни одной поправки нигде нет. А как? На молитве. Как бы вот я показываю, как вот я молюсь, и в это время у меня как бы строка плотывает. Я не вижу ее. Я ее чувствую, и как бы вижу. Это настолько странно. Когда я читал стихи в литературном институте, Лев Ашанин там вел. Ну там по одному стихотворению, у меня заставили 4 стихотворения прочитать. Я все вспоминаю, это насколько радостно. И что? Ничего. О, с Богом. Я все равно подогреваемые там. Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Образования нет ни гуманитарного, ни религиозного. Вот просто живу, радуюсь. Вот стул, маленький он падает. Я застыпал. Ну, раньше у меня 20 миллионов часа на сон уходило. Ну вот, сижу, печатаю, и в этот момент печатаю. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждая расследование... Так, это что такое-то? Свободу американцам. Тайная операция НКВД. Ну, это другое дело. Несколько раз падал у судовода, и как нос не сломал. Организм-то уже не тот, а внутри-то я себя все еще чувствую, что я могу что-то делать. И тогда я сделал вот этот стул. Вот он какой, железные ножки у него, даже видать где. А теперь вот эти палки, видишь, как сделал. И теперь стенка. А стенка, это уже все. Это привязано, тут все из материи. Тут специально подушка сшитая такая. Ну, потому что у человека подушки сзади по природе. А у меня ничего нету, я еще костями-то больно. Я вот так вот сижу, и вот чувствую, что уже спать надо. Вот сейчас, в настоящий момент. Я вот так вот. Ну, 15 минут больше не надо. И падать я никуда не буду, потому что я уже уперся. Все. Просыпаюсь, никто даже, бывает, меня не видит, что я уже заснул. Дальше опять работаю. Вот утром встаем. Что, принтер, телефон. И принтер кто-то купил. Как? Никак. Я когда говорю людям, дай рассчитать. С кого рассчитываться? Вы для нас сходили? Вы духовное дали, а мы телесное. Вот эту комнату я показываю. Кошки куда? Да. А вот на первом этаже. Открыл, они туда слезли. Приходят. Я с ними вместе. А теперь можно показать вот это. Видишь как? И у тебя варится все еще надо? Да, нау. Может быть, подальше надо толкнуть? Нет, нормально. Вот такое дело. Сейчас я здесь посмотрю, что тут делается. Печка. Тут разные мешки. Тут и картошка, тут и сухари. Посмотрите, сколько сухарей вверху. Во. Погляди. Воды нет. За водой надо ходить куда-то. Ну и что? Вот захожу два ведра. Пока могу, да, приношу. А то Володя сходит ведра. Как библиотека. Тут вот самый инструмент лежит. Вот, рукомойник. Сходить обыкновенная ведерка. Сходил и все. А то туалет занимает место. А как мыться? Ну, мыться это посложнее. У нас сестра приглашает. Татьяна Кузьминиша, старшая сестра. Ну, вот я за зиму-то два раза схожу и все. Ух ты! Так, подожди. Так дело не пойдет. Сейчас, сейчас сразу. Вот смотри, что делаю. Она. Рыба здесь. И вот она дава. Вода с нее идет. Так, я могу сейчас посмотреть. Вот она, вот она рыба лежит. Хвосты обрезаю. Она переворачивается или нет? Сейчас я попробую. Она не пристыла, ничего. Можно перевернуть. А теперь она маленько только что просушила. Звонят на молитву, видимо. Ну, сейчас. Я тогда заканчиваю. Сейчас, подожди. И все здесь понятно. Все. Сейчас там я закончу. Как раз успеем мы подойти. Видите, как делается. Это нигде не сделаешь, если у тебя ничего нет. А тут что? Володя уголь там все это приготовил. Дрова колет. Ну, а затопить-то здесь подготовиться. Я тут сам делаю. А он в церкви. У нас каждый знает свою работу. Вот так. Она не портится. Я могу перевернуть ее. А вот сейчас я ее положу. И чтобы... Это просто необходимо. Все. Сейчас не буду закрывать эту духовку, чтобы оттуда пар шел. Она сейчас ее высушит. Во. Тут дрова. Тут у меня кто был? Спал. Кажется, Роман, малыш. Да. Как Роман. Здесь помидоры рассыпаем. Там куча валенков. Тут сушатся дрова, сухари. Вот это комнаты. Сколько обуви? Проходишь? Вот. Расстояние какое-то. Так, сейчас будет молитва вечерняя, последняя. Последний час. У нас 7-кратное в день бывает. И утром и вечером плюс 9 раз на молитву. По полной программе. А тут парня. Нет, мир всем. Я бы звон сделал. Кто может помолиться? От調べ downloading. Многовидuche. Продолжение следует. Продолжение следует...